Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольная винтовка CM707 производства компании CIMA, поставляется в картонной коробке. В комплект поставки входит инструкция, сама страйкбольная винтовка, механический магазин, лоудер, пакет тестовых шаров и пластиковый шомпол. Страйкбольная винтовка CIMA CM707 является вольной вариацией на тему снайперской винтовки с продольно скользящим затвором. Весит страйкбольная винтовка 3 килограмма 535 граммов. Ее длина с разложенным прикладом составляет 1 метр 205 миллиметров и 940 миллиметров, если приклад сложить. Главными особенностями представленной страйкбольной винтовки являются ее футуристичный внешний вид, включающий в себя необычные формы дульное устройство, площадки стандарта Пикатинни по бокам лужа для крепления лазерных целеуказателей, тактических фонарей и блоков управления огнем по типу АНПЕК, а еще одной сверху для установки оптических прицелов с соответствующей системой крепления, эргономичную пистолетную рукоять с противоскользящими поверхностями, а также скелетированный приклад с возможностью регулировки положения подчечника и тыльника приклада. Также в качестве особенностей можно указать наличие снизу на ложе крепления для сушек. Данная страйкбольная винтовка комплектуется цилиндропоршневой группой ВСР типа от компании ЦИМа. Страйкбольная винтовка изготовлена из металлического сплава и ударопрочного пластика. Из металлического сплава выполнены дульное устройство, внешний ствол, часть ложи расположенная снизу, площадка стандарта Пикатинни, затвор, рычаг взвода затвора и узел складывания приклада. Из пластика, ложа, винтовки, магазин, пистолетная рукоять, приклад и подчечник. Из стали крепления для сушек крепежные элементы и отдельные детали конструкции. Тыльник приклада резиновый. ЦИМа CM707 оборудована складным прикладом. Для того, чтобы сложить приклад, достаточно утопить клавишу фиксатора на узле складывания приклада, после чего сложить приклад влево до его фиксации. Для того, чтобы разложить приклад, потребуется с усилием потянуть и разложить его в исходное положение также до фиксации. На прикладе имеется быстрая регулировка подчечника и тыльника приклада. Для этого достаточно утопить фиксирующие клавиши на регуляторах и сдвинуть подчечник и тыльник в нужное положение. Винтовка спринговая, поэтому для производства каждого выстрела предварительно необходимо оттянуть рычаг взведения в максимальное заднее положение. Далее сопроводить затвор в исходное положение. Только после этого винтовка готова для производства выстрела. Механический предохранитель на страйкбольной винтовке расположен над спусковым крючком справа и выполнен в виде переключателя. В заднем положении предохранитель включен, если его сдвинуть вперед, винтовка может стрелять. Регулировка хоупапа осуществляется при помощи регулировочного переключателя на ложе снизу. При повороте регулятора по направлению движения часовой стрелки степень подкрутки шара увеличивается. Как я уже говорил, штатными прицельными приспособлениями данная винтовка не оборудована. Для установки на винтовку сторонних прицельных приспособлений на ней имеется площадка стандарта Пикатинни. Для крепления оружейных ремней имеются две ниши по бокам на площадках стандарта Пикатинни. Две сквозные двухсторонние ниши в тыльной части приклада. Все они предназначены для установки в них быстросъемных антабок. Для того, чтобы установить магазин, потребуется вставить его в шахту магазиноприемника вверх до фиксации. Для извлечения магазина достаточно утопить рычаг от мыкания магазина и вытянуть его вниз. А сейчас я продемонстрирую совместимость магазинов с трейкбольным спринговым винтовком с винтовкой CM707. В комплекте подставляется пластиковый механический магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, потребуется воспользоваться лодером из комплекта поставки. Продолжение следует... Продолжение следует...